Привет, друзья! Давненько я не выходил с вами на связь, именно вопрос-ответ в прямом эфире. И пока вы будете подключаться к эфиру, пока будете думать, какие вопросы хотели бы озвучить, хочу коротко поговорить еще на тему стадное чувство или закон 5%. Вы видели, я писал об этом целую статью. О чем вообще речь? Речь о том, что мы так устроены, что любим копировать то, что делает большинство. У нас психологически это так заложено, наверное, на уровне инстинктов выживания, что если большинство делает так, то и мы будем делать так. На самом деле, психологами было изучено, что достаточно 5% людей из любой аудитории, из любого общества, из любой компании, которые будут делать что-то, говорить что-то, считать что-то, и все остальные будут поступать точно так же. Ну или, по крайней мере, у них будет позыв, инстинкт, желание поступать так же, думать так же, говорить так же. Возможно, чтобы не выделяться из общества. И я искренне удивляюсь людям, которые могут действительно думать самостоятельно, которые могут быть свободны от навязанных обществом идей, неважно каких. И это касается абсолютно всего. Жак Фреско об этом очень грамотно и подробно говорил. Если хотите, посмотрите, послушайте. И я уверен, что лучше, чем он, я вам не расскажу, не объясню, как формируется наше общественное мнение, общественная мораль. И какова цена этому всему. К чему такое большое предисловие, прелюдия? Так к тому, что про парней я уже не говорю. А сейчас это повально у девчонок. И не столько в использовании поясов тяжелоатлетических, сколько в этой чуши, в этом вреде, когда сейчас все утягиваются корсетами, не понимая вообще его назначения, и ходят так, тренируются так, не только вредя себе в плане того, что повышается риск, повышается давление в первую очередь, нарушается правильное дыхание во время выполнения упражнения. То есть мы не можем уже дышать, как положено, опуская диафрагмой воздух вниз живота. А дыхание получается поверхностное, грудное, что не есть грамотно и неправильно. Как следствие головные боли, как следствие проблемы могут быть даже со зрением, геморрой, и варикозное расширение вен от этого тоже может спровоцироваться. Просто по той простой причине, что вы утянулись этим корсетом, как полные дуры. Почему как полные дуры? Во-первых, никакой корсет не уменьшит вашу талию, если вы только не удалите себе два нижних ребра, как это делают многие девушки, там, порноактрисы, модели. Тем самым, что вы утягиваете себя корсетом, никогда, никакая талия не уменьшится. Если вы хотите уменьшить талию свою за счет именно объема, за счет уменьшения жировой прослойки, делайте просто силовая тренировка и калории. Получайте калории, как минимум, столько же, сколько тратите. Как минимум. Если же у вас более серьезные действительно проблемы с этим, с весом лишним, то урезайте калории меньше, даже чтобы они поступали, чем вы тратите. Но не опускайтесь ниже физиологических норм, которые есть у меня в статьях, в видеороликах. Это очень-очень важно. Но что еще более важно, понимать, осознавать, что и корсет, и тяжелоатлетический пояс вредны тем, что они расслабляют мышцы кора. И если у вас есть грыжи или протрузии, это только ухудшит состояние. Если у вас нет ни грыж, ни протрузии, то они наверняка появятся потом в быту, когда вы будете просто где-нибудь наклоняться или поднимете сумку тяжелую в магазине. Никогда, друзья, не используйте корсеты, не используйте тяжелоатлетические пояса. Если, конечно, вы не пауэрлифтер, или если вы в своих тренировках, в приседаниях, в становых тягах не используете такие веса, которые не можете поднять больше трех, ну ладно, иногда некоторых пяти повторений. Все, что выше, это, друзья, мастурбация и анонизм, который в отличие от этих действий многим полезен и приятен. Ношение корсета и тяжелоатлетического пояса только вредит вам. Еще больше смех вызывают идиоты, которые утянутся поясом или корсетом, оденут кистевые бинты, оденут, натянут на себя эти же бинты на колени и ходят так всю тренировку. Вот это просто верх идиотизма. Апогей идиотизма был в Америке, после чего, естественно, Америка запретила использование в жиросжигателях, да и вообще в обиходе вылетело из башки, сейчас вспомню, эфедрин. Единственный препарат, который работает как жиросжигатель. Именно поэтому все сейчас современные жиросжигатели, это просто деньги на ветер. Не стоит их употреблять, не стоит их покупать. Вообще бесполезная ерунда, бесполезная хрень. Что нужно знать, почему запретили эфедрин? Я рассказывал это, но может не все слышали. Один американский бейсболист расслабился очень сильно в межсезонье, когда не было ни игр, ни тренировок, грубо говоря, когда всех игроков распустили в отпуск и набрал лишние килограммы. Кто не знает, в американском профессиональном спорте в любом есть жесткие нормативы, которые ты постоянно проходишь. Не важно, кто ты, Овечкин, Кросби или еще более высокая звезда спорта, если такие есть, начиная от бейсбола, баскетбола, американского футбола, заканчивая, говорю, хоккеем, сокером, чем угодно. Так вот, этот человек набрал лишние килограммы и это грозило ему тем, серьезными штрафами, во-первых, денежными и тем, что он может пропустить несколько игр, а возможно даже сезон, что естественно скажется отрицательно на его карьере и на его жизни в целом и на его финансовом обеспечении. Человек спохватился, когда осталось буквально там пару недель, дней до начала сезона, до начала предстартовой подготовки к сезону и начитавшись разных статей по глупости обмотался пленкой пищевой, все, все тело обмотал, одел на себя два теплых спортивных костюма, шапку теплую, вышел в сорокоградусную жару на стадион и начал нарезать круги. Как следствие смерть. Сразу же наши журналисты, которые ничего не понимают, которым вообще плевать, если честно, где правда, где истина, журналист это бешеная голодная собака, которая прыгает на все, на свежее мясо, на падаль, и питается она всем. На самом деле нет ничего хуже, никого хуже, чем в современной журналистике. Возможно, есть единицы людей, которые делают это дело грамотно, разбираясь от и до, где кто прав, но такое я видел только в американских фильмах. В жизни я таких людей среди журналистов не встречал. для них важнее сенсация, хайп, как сейчас принято говорить. Естественно, американские сни раздули это просто до невероятного состояния. И американский сенат запрещает эфедрин. После чего Россия и все остальные страны тоже запрещают у себя эфедрин. жиросжигателях говорим об этом. Но Америка все-таки в этом плане как ни печально более продуктивная разумная страна. Когда прошла вся эта волна идиотизма, когда журналистам стало нечего есть, естественно, давно, которым они питаются, исчезло. люди, кто ответственен за подобные ситуации, задумались, а возможно и до этого разбирались и поняли, что причина не в эфедрине. И, естественно, отменили, точнее, пересмотрели этот закон и разрешили использование эфедрина в жиросжигателях в Америке. Но обращаю особое внимание, чтобы многие там не подумали, что-то не так. Только по разрешению, точнее, по рекомендации лечащего врача. Понятно, да? Как и должно быть. А те страны, которые приравнивают анаболические андрогенные стероиды к наркотикам, кстати, в Америке это тоже так, те страны просто дебилы. Но дебилы с нашей точки зрения, с точки зрения обывателя, который понимает, хотя бы разбирается, что к чему. С точки зрения стран, я могу вам объяснить, почему тестостерон запрещен, алкоголь нет. И не раз уже это делал. И грамотные люди понимают, это все связано с тем, почему во всех странах поднимается пенсионный возраст. Все завязано. Если вы думаете, что это какой-то там заговор, друзья, это не заговор. Нас, как общество, всегда имели, имеют и будут иметь. Если вы не хотите с этим соглашаться, это ваше право. Но вы должны понять, что современное общество достигло высшего развития в содержании рабов. Рабы сейчас сами ходят на работу, сами за нее борются, убьют кого хочешь, сами влазят в эту кабалу и никуда не денутся от этого. Особенно в России. Попробуй что-нибудь сказать. Неважно. Начнешь критиковать власть, ты сразу же попадаешь в анафему, сразу же тебя приравнивают к непатриоту, что самое страшное сейчас. А для меня, честно скажу, что современный патриотизм это равно идиотизм. Даже, уберите детей от экранов, долбоебизм. По-другому этого невозможно назвать, потому что люди сравнивают, уравнивают людей, уравнивают свою землю с теми людьми, которые управляют этим государством. Это неправильно. Любое государство, любые люди, которые сейчас стоят у власти, за исключением одной-двух стран, которые вы и так прекрасно знаете, но это ни Россия, ни Америка, ни Украина, ни Белоруссия не думают о своих людях в плане того, чтобы им было хорошо. Основная задача государства, чтобы вы родились, отпахали на государство и сдохли, желательно, не достигнув пенсионного возраста. Пенсионные фонды это пирамиды, но не путайтесь с сетевым маркетингом. Сетевой маркетинг это неплохо и грамотно построенный сетевой маркетинг никогда не умрет. К примеру, возьмите ту же компанию МВЭ, которая уже больше 50 лет цветет и пахнет. А вот пирамиды финансовые по типу МММ и пенсионные фонды это одно и то же. Сейчас население планеты резко увеличилось и соответственно стариков становится больше. Соответственно, пенсионные фонды и государства теряют огромные деньги. Основная задача и как вы видите Всемирная Организация Здравоохранения идет на поводу, потому что питается финансово как любая организация за счет вливания в нее денег. Ну, друзья, давайте закончим на позитивной ноте. Любая система, любая матрица подразумевает то, что вы можете быть вне системы, вне матрицы, но как это ни печально, на самом деле это тоже будет часть матрицы. Такие люди нужны, такие люди служат примером, когда их нужно распять, когда их нужно казнить прилюдно, неважно в чем обвинив, для того, чтобы другие люди понимали, что система работает, что против системы идти нельзя, потому что будет вам большая жопа. А большая жопа это не всегда хорошо, и на мой взгляд даже у девушек чрезмерно большая пятая точка нехорошо. Поэтому давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока сухой мышечной массой и силой без травм. сухой мышечной и силой и силой поделиться. Субтитры создавал DimaTorzok